Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Самарский спорт сделал колоссальный прорыв на мировой арене. Гимнастка Ксения Полякова в составе сборной России триумфально выступила на чемпионате мира в итальянском Пизаро. В коллекции чемпионки сразу три награды, две из которых высшие пробы. Как это было и через что пришлось пройти команде мастеров? Мастеру спорта расскажут чемпионка мира по художественной гимнастике Ксения Полякова и директор пятой спортшколы Анатолий Векшин. Здравствуйте! 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 Так через что пришлось пройти и какие эмоции после чемпионата? А эмоции это счастье, радость, даже не верится до сих пор, что это произошло, что ничего не поменялось в жизни, даже как-то все продолжается. Даже обидно? Да вот вы когда просыпаетесь который день уже чемпионкой, какие у вас ощущения? Вы просыпаетесь чемпионкой или заходите, где у вас медаль висит? А, я же чемпионка мира! Никаких на самом деле ощущений, все так же. Больше, наверное, даже чувства радости, что дома находимся наконец-таки, с родными рядом. Это самое ценное, что сейчас есть. Что дома мы бываем очень редко и очень немного. То есть у вас какая-то закрытая команда, куда не пускают ни родных, ни близких? Нет, родные приезжают, конечно, к нам на выходной, мы можем с ними пойти погулять, если есть время. Но домой нас отпускают два раза в год. На Новый год и вот после самого главного старта. То есть вот так тяжело достаются золотые медали? Да. Постоянные тренировки, соревнования, сборы. Анатолий, это действительно так необходимо? Вот такой режим тренировок? Ну, это система подготовки в художественной гимнастике. Мне очень близко, что говорит Ксения, потому что я сам это проходил, где-то работаю в сборной Советского Союза и так далее еще. Да, это действительно многочасовые тренировки, цикл очень контролировочных сборов, постоянные тренировки, соревнования между ними. И очень редко бываешь в доме. Я прекрасно Ксения понимаю, но, наверное, она забыла сказать, что она еще устала очень, нет? Ну да, такое есть. Сами соревнования в Пизаре с чего начинались и с каким настроением ехала команда? Команда ехала мы с веселым настроением. Начинались, но мы прилетели. У нас был день, у нас не было в этот день тренировки, все залы были заняты. Вот мы просто приехали в основной зал, посмотреть площадку, выбрать купальники, в которых мы будем выступать. И были в гостинице. На следующий день у нас было, было с утра опробование на основной главной площадке. Мы встали в этот день в 5.40, потому что в 7 часов у нас уже начиналась тренировка. А вечером, во второй половине дня, у нас была тренировка в разминочном зале. И потом у нас наступил день соревнований. С утра мы тренируемся, вечером выступаем. И в финалах у нас не было с утра тренировки, так как мы выступали днем. Мы выспались и поехали на соревнования. Вот немножко поподробнее. Тренировки, выступления, тренировки, выступления. Для чего на чемпионате нужны тренировки? Чтобы проснуться в какой-то степени для этого. Чтобы доработать все, что не получилось. Не получается просто, чтобы не забыть, что делать. И тренировка – это очень важная часть, мне кажется, на соревнованиях для нас. – Анатолий, ну вот с точки зрения тренера, зачем нужны вот эти утренние тренировки перед вечерними выступлениями? – В художественной гимнастике это очень сложный вид спорта. В плане работы с предметом. И постоянно нужно держать себя в тонусе, в мышечной тонусе, чтобы не забыть даже самый минимальный какой-то момент в работе с предметом. Тут же и броски, тут и жонглирование. И много-много других элементов с различными видами. Поэтому тренировки нужны, конечно, обязательно. – То есть, получается, какой-то маленький элемент неправильно выполнил, и уже золотую медаль можно лишить? – Мельчайший элемент, и все. Можно, как говорили в сборной, можете собирать чемодан. – Да, у нас очень большая идет борьба, очень сильные конкуренты у нас. То есть, мы не имели права допустить ошибку на этих соревнованиях. Потому что эта ошибка стоила бы нам победы, золотой медали. Очень готовились сильно. И пытались просто выйти, показать то, как мы тренировались, что у нас отработано. И чтобы судьи увидели все, что мы хотели рассказать в нашем упражнении. Потому что каждое упражнение у нас – это спектакль, определенная задуманная постановка. Например, в упражнении с обручем у нас идет сначала несчастная любовь, а во второй части упражнения у нас идет дискотека. А в мельчайской скакалках во втором виде у нас идет русская музыка ислами. И ее, мне кажется, в какой-то степени труднее показать, потому что это чистая классика, и не каждый зритель знает ее. Но пытались донести, вроде бы у нас все получилось. Я даже могу добавить, что по поводу исламе, ее написал Милий Балакирев, композитор из «Русской могучей кучки». Даже по исполнению это сложнейшее произведение. Я могу представить, сколько девчонки мучились, чтобы эту музыку донести до зрителей. Действительно, это упражнение, эта программа для вас далась тяжело? Или бывает же наоборот, раз и все получилось? Нет, я думаю, в нашем виде спорта раз и все получилось. Нет, я вот именно про эту программу, про исламию. Очень долго входили в поток. Как говорит Ирина Александровна, она рассказывала, показывала, что нужно сделать. То есть у вас, кроме чисто упражнений, как-то вы собираетесь и обсуждаете все это? Да, у нас рассказывают, о чем эта музыка, как это все происходило, какие эмоции нужно выражать. Мы сами пытаемся прочувствовать каждую музыку, чтобы показать это все зрителям. Вот как вы восприняли именно этот вид программы и исламию? Как вот через вас это проходило? Я уже понимаю, что вы не только спортсменки, вы еще и в какой-то степени артисты, правильно? Да, это, наверное, правда. Потому что любая программа у нас не только нужно сделать все чисто, а еще вот именно на эмоциях сработать. Сейчас это очень ценится. Снимает, если нет эмоций, баллы. Это музыка через меня. Но, честно сказать, я стояла в этом упражнении только во втором составе, а в первом составе я была только в одном виде, в обручах. Давайте теперь подойдем уже чисто к спортивной составляющей. Три медали. О них расскажите, за что вы их получили. И вот вы уже начали говорить, большая конкуренция. Вот по каждой медали расскажите, с кем основная борьба шла. У нас первая медаль – это за многоборье. Это общая сумма баллов за два вида. Серебро мы взяли в упражнении с обручем, уступив итальянцам. И еще одно золото у нас за упражнение с мячами-скакалками. Когда стали чемпионками, кого обошли? В многоборье мы обошли… Одни из самых главных наших соперников – это болгары. Они стали вторыми. Японцы они стали третьими. Белоруссия, Италия – они четвертое и пятое место заняли. А вот разница в очках, в баллах как правильно? Минимальная или вы с большим отрывом их победили? Разница у нас всегда очень минимальная. Там буквально пару десятых. Что тренер сборной говорил, когда уже вас вручали, вам медали? И за первое место, и за второе. Какие у нее были эмоции? Может быть, она была недовольна все-таки? Ну, золото, да, как говорят? Золото. А вот здесь-то, вот здесь был какой-то недочет. Нет, она была очень довольна нашим выступлением. Мы сделали, можно сказать, все, что могли, все, что работали. Вот ее слова. Помните? Я помню, это во второй день, когда мы заняли второе место. Она сказала, что так должно было быть, потому что Италия – принимающая сторона. И они должны были выиграть хотя бы какую-то медаль. Но это было здесь. Вы выступили хорошо, мне это понравилось. И можно еще даже поспорить, кто на каком месте должен быть. Это была художественная гимнастика на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8. Или раньше на спортивных площадках областной столицы. Редактор субтитров А.Семкин